Добрый день, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на тяжелом танке Т110Е5. На мой взгляд, один из лучших сейчас тяжелых танков в игре. И могу очень даже сильно порекомендовать данный танк к прокачке. Ну, безусловно, он, конечно, не идеальный. Взять хотя бы Шишандру на башне, но все-таки он очень хороший. И сегодня мы поговорим о очень интересных новостях мира танков. Как всегда, хочу порекомендовать вам набор Twitch Prime аккаунта. И напоминаю, что завтра в 20 часов по Москве данный набор закончится, и вы уже не сможете его приобрести. Поэтому последний день у вас, не то что я там ставлю вас перед сроком каким-то, просто я предупреждаю, потому что потом многие начнут спрашивать, а где этот набор, как его теперь достать и так далее. Ну и чтобы не было никаких проблем, рекомендую приобретать заранее, друзья. Тем самым вы получите хорошие премиум танки Севангар, там Центрион и С2М. При этом это все гарантированно. То есть не думайте, что это какой-то там развод, типа, ну мне кто-то заплатил, чтобы я это рекламировал. Но нет, конечно же, данная возможность позволит действительно практически за небольшую вообще сумму, там 85 рублей, я думаю, даже у любого человека есть столько денег. То есть я считаю, что это очень выгодное предложение. Интересно, в комментарии, собственно, в первом можете найти подробную информацию. Ну и, друзья, у меня для вас интересная информация по поводу нового режима, который Wargaming так эпично предоставил нам каким-то трейлером. То есть не запарились же они трейлер сделать. Оказалось, что это всего лишь режим 7 на 7. Ну, то есть помните, как блогеры играли там вот, только тут без блогеров и без каких-либо команд? Это, конечно, вообще полная жесть, честно говоря. А что по танку? Может быть, хотя бы танк можно будет получить в этом режиме все-таки? Разработчики какой-то танк там вроде показали. На данный момент я 100% утверждать не буду, но, возможно, завтра объявят о танке, что все-таки в этом режиме можно будет получить танк. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, потому что, если этого не будет, сами понимаете, какая жесть. То есть, по сути, такой громогласный анонс. И, по сути, это просто пшик и ничего. Ну, а что можно получить? Бои проходят на десятках и будут разделены ЛБЗ по командам. То есть, Союз, ну, как ЛБЗ двойной, знаете, там, Союз, Блок, Альянс, Коалиция. Вот для каждой такой вот нации, вернее, не нации, а нескольких наций, собственно, будут ЛБЗ. Вот, например, для Союза попасть в топ-3 своей команды, по чистому опыту, победить в трех боях. Иды. То есть, два варианта. Ну, при этом, дают вот за это все. То есть, это один раз в сутки можно выполнить. 150 тысяч серебра, 25 бон, а также 5 задач на x5 опыта за победу в случайных боях. То же самое, абсолютно то же самое для других наций. Ну, вернее, не нация, как это назвать, короче. Ну, для других вот блоков из разнообразных вот этих вот наций. Собственно, вот такие вот подарки. Всего их 4. То есть, умножаете 150 на 4. Сколько будет? Будет, короче, как вы понимаете, 600 тысяч серебра и 100 бон. А также 20 задач на x5 опыта. Ну, в принципе, учитывая, что это все легко выполняется, можно поиграть. Ну, я надеюсь, что завтра ВГ все-таки анонсирует данный режим вместе с танком, который можно будет там получить хотя бы, я не знаю, хотя бы какую-то возможность. Потому что, если нет, это будет эпичный провал, на мой взгляд. Не то, чтобы режим, ну, там какой-то совсем плохой. Наверное, поиграть можно. И награды, ну, согласитесь, учитывая, что там простецкие ЛБЗ. Пускай будут, как бы, можно поиграть. Но при этом, зачем такой анонс делать? Считай, ну, не из чего. Ну, и, собственно, друзья, хочу порекомендовать вам оставить комментарий. Так как в каждом видео разыгрывается голда. Для участия вам всего лишь нужно в комментарии указать свой игровой ник. А также комментарий должен быть обязательно осмысленным. Кроме того, вы должны быть подписаны на канал. Это обязательное условие также. Кроме того, заходите на сайт VODKIT, где ежедневно 5000 золота для вас доступно бесплатно. Также разнообразные премтанки, опять-таки. Открывайте коробки, выигрывайте, получайте призы себе в ангар. Так что крайне рекомендую. И, друзья, еще довольно-таки интересная информация, я думаю, для вас. Это то, что возвращается так точно и никак нет. Да, разработчики убрали вот такие вот фишки, но игроки были категорически против этого. И, собственно, WG-поддалисты, наконец-таки, и все-таки возвращают эти функции. Это очень хорошо, наверное, потому что многие, видимо, ностальгируют по этим вот командам. И, действительно, они порой весьма полезны, чтобы подтвердить или, наоборот, собственно, отрицательно ответить своему союзнику. 17 сентября, в общем, коммуникация исправится. Ну и также добавится вот этот новый режим, в кавычках новый. Мы его, конечно, уже видели не раз. И завтра также у нас, наконец-таки, третий сезон боевого пропуска. Сколько можно было его ждать. Но вот, наконец-то, он появляется. На самом деле, ждать-то особо долго не пришлось. Это я небольшой сарказм тут проявил. Действительно, разработчики вот этот вот боевой пропуск запускают один за другим, потому что, я думаю, это супер выгодная для них схема заработка денег. Ну, пускай зарабатывает, главное, чтобы что-то годное, наконец-таки, начали пилить. И, собственно, для нас это отличная возможность трофейное оборудование заполучить себе в ангар, а также премиум аккаунт, серебро, также чертежи, резервы, учебные пособия. И, кстати, ставьте лайк, если хотите, чтобы одно, по крайней мере, вот этот вот элитный пропуск премиум, который стоит, по-моему, 6500 голы, чтобы я его разыграл. Если хотите, то, я думаю, можно будет. Но если данное видео наберет, предположим, хотя бы 350 лайков. Ну, я думаю, для нас это будет по рукам. То есть, мы это сможем легко все сделать. 350 лайков немного. Далее, вообще, бомбезная информация с китайского сервера. Как заявляет китайский источник, Wargaming в 2021 году планирует добавить LBZ 3.0. Да, это просто супер эпично, потому что LBZ 2.0 у нас не так давно в игре. Хотя, ну, смотря как смотреть, то есть, в принципе, и время быстро летит, и уже много времени пролетело. Но по сравнению с LBZ 1 серией прошло и не так много времени. Но уже хотят разработчики в 2021 году сделать новые, собственно, танки, новые LBZ 3.0. И ключевое их отличие будет от текущих LBZ, которые сейчас есть, что их нужно будет выполнять на определенных танках. То есть, вот, например, специальная задача, ее можно выполнить только на ИС-3. И придется выкупать ИС-3, вот, чтобы выполнить эту задачу. Довольно интересное решение, на самом деле. И плюс, говорится вот как раз о том, что некоторые танки, которые нам известны, они будут в LBZ 3.0. То есть, их можно будет получить. Один из таких танков, это будет Кобра. Да, вот такая вот ПТ-САУ, которая, собственно, ну, как вы наверняка знаете, была анонсирована недавно. Ну, как официально ее не анонсировали, но один из умельцев на европейском сервере смог раскопать упоминание о Кобре в клиенте игры и с помаркой LBZ 3.0. Собственно, данную машину, видимо, можно будет получить. Это премиум ПТ-САУ восьмого уровня. Кроме того, упоминаются такие машины, как Waffentrager E100. Да, не удивляйтесь. Видимо, за LBZ 3.0 могут добавить такую вот машину. Также Объект 268, вариант 5 и Кировец 1. Все это нам говорит о том, что лучше сейчас уже пытаться выполнять текущие LBZ, которые есть. Я понимаю, что они сверхсложные, но желательно, собственно, пытаться по чуть-чуть их выполнять. Но вообще, раз LBZ 3.0, собственно, выйдут, значит, LBZ 2.0 станут гораздо проще. То есть, вероятно, где-то в конце года выйдет какой-то патч, который значительно облегчит условия получения, собственно, вот этих всех наград и прохождения LBZ. Возможно, черный рынок поможет нам, потому что в прошлый раз в черном рынке продавали вот эти вот, я не помню уже, как это называется, ну, вот эти листы, короче, листовки, с помощью которых можно проходить LBZ. Вот наверняка в черном рынке или еще по каким-то LBZ их добавят, и мы сможем их приобрести, и тем самым вот этот вот процесс прохождения LBZ, он ускорится. Потому что до сих пор многие игроки не выполнили даже на Химеру там, и даже на другие, короче, низкоуровневые танки LBZ. На этом все. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Вам удачи. Продолжение следует...